Всем добрый день, с вами снова я Антон И снова продолжаем нашу самоделку лютую из швеллера Были приобретены две вот такие вот гайки Глухие латунные гайки Наша задача их закрепить вот здесь Конструкция, прототип, все придумывается буквально на ходу Поэтому ошибки не исключены Так случилось и со мной Моя ошибка, вот эту конструкцию с катушкой Я разместил слишком близко Нужно ее чуть дальше Соответственно придется прослелить два отверстия И отодвинуть ее туда, буквально на немного Отодвинем буквально на 10 мм Теперь катушка размещается подальше Конечно отверстие есть Придется наверное потайные винты вкрутить Или чем-то заглушить Доба не терялась эстетика Но это мы решим позже Сейчас наша задача разместить вот эти две гайки Сейчас обточим, просверлим отверстия В общем токарные мероприятия предстоят Фиксирую на разжим Отверстие 3,3 мм Мечик М4 Наряжем резьбу Вкручиваю в получившееся отверстие с резьбой Болтик М4 Хорошенечко затянем Есть у меня вот такой набор Присылал мне подписчик Дружище, если смотришь Гигантское спасибо Выручает инструмент просто колоссально Зажимаю в патроне токарного станка Нормально Для большей жесткости Обязательно подожму задней бабкой Я уже неустанно повторяю Станок у меня хоббийный Жесткости в нем не очень-то много Посему лучше все делать с задней бабкой Снова перевернул заготовку Выставил угол резцедержателя Произвольный И обтачиваю Хочу сделать нечто вроде чаши Вот такие емкости С вашего позволения сказать Получились Обтачил здесь немного Чтобы был круг ровный И здесь под конус Для привлекательности Нужно разместить Сие детали Вот таким образом Из латунного шестигранника А вот из чего мы будем делать Стойки для крепления Наших емкостей Ну примерно Я не знаю Сантиметра два может быть Одну сделаем наверное повыше Немножко А другую пониже Пилите Шура Пилите Как говорил Один персонаж Из книги Ильфа и Петрова Золотой теленок Прочитайте Рекомендую Вперед К токарному станку Резьба М4 Шакт Стандартен Дорезаю Уже с помощью воротка Ибо С помощью задней бабки Не сильно удобно Честно вам признаться По крайней мере На моем станке Может быть На каких-нибудь Более серьезных Товарищах Это и просто На моем нет Немного Развинкуем Отверстия Вот этой вот Штуковиной Чуть-чуть Соответственно Не сложно догадаться Что следующая операция Будет подразумевать Подготовку отверстий Для закрепления Полученных деталей Винты конечно Стремные Но ничего Этот вопрос Мы решим В самое ближайшее время Я совсем забыл Необходимо еще Одну задачу решить Необходимо Дорезать здесь резьбу И обеспечить Возможность Блокировки катушки Уверен В будущем Это очень пригодится Сейчас мы Прям по месту Дорежем Это разбирать Все равно Придется Но Ничего Оно в принципе Не долго Зато Впоследствии Будет удобно Пользоваться Стоять В своих Обширных Запасах Различного Рода Крепежа Обнаружил Вот такую Гайку Имеется Два Отверстия Наша Задача Проследить Насквозь Нарезать Резьбу М4 На вид На вид Здесь М4 Вроде бы Как бы И есть Но на самом Деле Это то ли Часов Винт М4 Нифига Сильно Много Винт То есть Сильно Мало Винт М3 Свободно То есть Резьба Скорее всего М3.5 Если такая Существует Конечно Черканите В комментах Порассуждай На эту Тему Задача Много Много Туда Немного Тихо Немного Добавляем Много В절 Тихо Слух Тихо Смель Много Тихо 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 я думаю вы догадались что гайка служит для того чтобы исключить вероятность самопроизвольного откручивания вот этого кольца больше никакой цели она не несет затягиваем проверяем ну конечно можно прокрутить но таких усилий здесь не будет нормально в случае необходимости всегда можно чуть откручиваем еще немножко опять осенение затягиваем все отпускаем последнее что мы сегодня изготовим это нечто назовем его так нашел в запасах вот такой вот замок я не знаю это то ли от форточек советских то ли от мебели не суть важно мне необходимо только вот эта часть с продольной прорезью ты видишь родила гарамыш подровняем кронштейн изготовлен подготовил вот такую полосу содрал краску наждачной бумагой и необходимо выгнуть ее вот эту часть выгнуть надрез обязательно нужен надрез разогреем в тиски и только раз и должно получиться кроме надреза еще обработаю немного трехгранным напильником дабы исключить возможность туда сюда чтобы ровненько ну я так надеюсь раскачегарил не до красна конечно она красна я думаю что ее не нужно пробуем делаем ненавижу слово пробую переломалась скотобаза гамна кусок блин ладно попытка номер два алюминий наверное пойду еще раз разогрею из алюминия получилось с таким вот пузом ну мне показалось что так даже лучше можно конечно выгнуть ну так как-то поприкольнее будет смотреться более оригинально правда загадил как вы думаете что это а это следы от перчаток сдуру схватился перчатки начали плавиться сейчас наждачкой облагородим тонны наждачной бумаги истратил пока сошкреб анодирование это ужас какой-то так крепко держится никогда не думал я вообще думал что к алюминию нифига не липнет нормально то есть покрасить алюминий это дурня пару раз там рукой дотронешься краска слетает к нему вообще ничего не липнет а вот анодирование это сила конечно я раньше недооценивал признаю свою вину меру степень глубину как-то так просверлил два отверстия полтора миллиметра нарежем резьбу м2 мои поиски в конце до концов увенчались успехом у одного деда не побудусь этого слова удалось приобрести метчик м2 так только бы его найти нашел такой ржавенький при ржавенький но другого нет будем нарезать им так мои ключики из болтов сделаны кто давно на канале знает а кто недавно посмотрите есть видео можно было бы гайки конечно не устанавливать но пусть будет так как-то поуверенней деталь себя будет чувствовать просверлил для крепления кронштейна два отверстия нарезал резьбу м4 везде м4 и здесь будет также м4 вот такое загадочное существо скоро финиш скорее всего следующее видео и будет финиш пишите свое мнение в комментариях свои предположения жму руку как всегда но пасран как всегда покеда так же как всегда всего хорошего